Последняя инстанция в решении проблем. Сегодня председатель правительства Чуваши Иван Моторин провел прием граждан по личным вопросам. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Им обещали домашний уют на берегу Волги, но новоселье затянулось на долгое время. Уютная ривьера пока только на дизайнерском проекте. Работы были заморожены почти год назад. Застройщик успел возвести только 13 этажей. И перестал выходить на связь. Так и невозведенный дом за глухим забором. Об этом дольщики рассказали Ивану Моторину. Ситуацию в сфере незавершенного строительства в правительстве региона держат под контролем. Люди подозревают предпринимателей в денежных махинациях. Надеюсь на то, что они как бы выплывут в такой статке, когда у них там заявление о банкротстве подано и очень много кредитеров, долгов. Наверное, все-таки они не смогут справиться с действием. Вероятность достройки старковья тоже под сомнение ставят. Это, конечно, очень ложное положение. И уже построенный дом фактически они сдать не могут. Я думаю, что в конечном счете, если и будут доставить, то будут другие организации дом доставить. Все вопросы, которые по обманутым дольщикам решались, по другим объектам, они решались здесь в регионе за счет различных механизмов. По такому же варианту можно решить и проблему обманутых дольщиков компании «Старко». Иван Моторин отметил, что долгострой необходимо включить в реестр проблемных объектов. Сейчас по итогам общения такое поручение дам, соответственно, медстрою, чтобы они там не затягивали. А желательно все-таки, вот как вот, примерно, попал, где мы ее тоже, ну, то есть какое-то время тянули, потому что у них иные обязательства были, чтобы они не попали на банкротство. А сейчас мы ее сами усилим на банкроте, то есть, ну, в принципе, как бы, сдерживающих факторов нет. На приеме у председателя правительства подняли и вопрос поддержки профессиональных писателей. У нас нет штатной единицы, хотя бы две-три штатные единицы нам нужны. Почему? Потому что секретарь и бухгалтер нам очень нужны штатные единицы, поэтому как-нибудь. Иван Моторин пообещал рассмотреть вопрос. В поддержке профессиональных авторов правительства региона заинтересована Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.